Я родился в Скандинавии, поэтому я говорю по-новидски, по-шведски, по-английски и тоже по-русски. Но мы сделаем этот подкаст на английском языке, потому что мне чуть комфортнее. И мы делаем это тоже для людей, которые не понимают русский, но они все равно хотят видеть это. Здравствуйте и добро пожаловать снова на наш подкаст «Так здорово быть вместе с вами». И это наш лидерский подкаст. В прошлых двух выпусках, в подкастах, мы с вами обсуждали тему молитвы. Тема молитвы, она наполняет Библию от начала и до конца. Иисус очень часто обращался к теме молитвы, учил о молитве и молился вместе с учениками. И вдохновлял их становиться группой молящихся людей. И мы говорили об этом ранее в подкасте, упоминали о том, что бы мы ни делали для Господа, в каком бы служении мы ни были вовлечены, какое бы служение мы ни вели, там всегда есть сражение в двух местах. В практических вещах, в самом служении, в том, что мы делаем, в том, что мы говорим или организуем. И также за этим стоит молитва. Ведь мы живем в духовной реальности. И это не просто люди или здания, или деньги. Помимо этого, также есть царство тьмы и царство света. И в этой битве нам нужно сражаться, чтобы мы могли достичь тех результатов, которыми Бог призвал нас, помогать людям, благовествовать, распространять любовь Бога по всему миру, видеть, как люди приходят ко Христу, переживать Его и следовать за Ним. Так что мы с вами сказали, что так важно для каждого лидера не только строить свое служение, но и вовлекать людей, которых он ведет в молитву, быть вдохновением для них, молиться, учить их о молитве, и действительно донести это понимание для каждого служителя в церкви, до каждого служения в церкви, до каждой части церкви, что молитва очень-очень важна. И сегодня я хочу продолжить и поднять один аспект, который, я думаю, лично является очень-очень важным. И он всегда был очень важной частью того, как, я думаю, лидер должен быть, когда мы говорим о молитве, и это единство. Мы, лидеры, собираем людей вместе, чтобы делать что-то вместе, но нам также нужно собирать людей вместе, чтобы молиться, молиться в одном духе с другими людьми. Библия много говорит о том, но я хочу прочитать вам пару стихов из Матфея 18 главы. Это одно из наиболее известных местописаний об Иисусе, о том, что Он сказал. Уверен, что большинство из вас слышали Его много раз. Но давайте сейчас вместе прочитаем, что написал Матфей. Матфей 18, 19, 20. «Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы они ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Хорошо. Что здесь имел в виду Иисус? Он уже сказал в Матфея 5 о том, что мы должны... В Матфея 5, 6-7 стих, во время Нагорной проповеди Он вдохновлял нас молиться, говоря, «Если будешь молиться, получишь». И вот Он снова возвращается к этой теме. И теперь Он говорит, что «Если двое из вас согласятся на земле, что Он имеет в виду здесь? Почему это так важно? Почему я не могу молиться один?» Здесь сокрыт один принцип, который ты и я, как лидеры, должны иметь в виду. Что Богу нравится, когда мы едины сердцем. И существует духовная реальность, и что-то происходит там, когда ты и я стоим вместе. Даже несмотря на то, что Бог пообещал всегда слушать «Если я молюсь один», происходит что-то гораздо большее, когда два сердца соединяются вместе. И я думаю, одной из причин, почему это так, это, конечно же, сам Бог и Его природа. Бог един. И Бог — это Троица. Отец, Сын и Дух Святой. Святой Троицы. И в Боге есть эта вечная и идеальная гармония, единство и любовь. И это то, что должно быть проявлено в церкви так же, так же, когда мы молимся. И именно поэтому, когда мы вдвоем, есть какая-то нужда, и я прошу, помолись за меня, пожалуйста. Ты не просто говоришь «Да, хорошо, Мацулла», но сам не вовлекаешься в это. Но ты говоришь «Да, Мацулла, расскажи о своей нужде». И я говорю «Это человек болен», или я говорю «В моей душе неспокойно от того, что происходит там». И ты отвечаешь «Хорошо, Мацулла, я это понимаю, я буду верить вместе с тобою». Это нравится Господу. Такими Бог хочет нас видеть, разделяющими свою боль, разделяющими свои нужды, разделяющими свою радость вместе. И это высвобождает благословение, силу с небес. Иисус сказал «Где двое или трое, собраны во имя Мое, там Я буду посреди них». Опять же, почему Он сказал это? Бог всегда со мною. Если я один посреди пустыни, и вокруг меня нет никого в радиусе 16 километров, я знаю, что Бог со мною. Но все же Иисус говорит «Обрати на это внимание». Хорошо, если вас двое, и вы собраны вместе. В гармонии, в единстве, во имя Мое. Я буду посреди вас. И это Его обещания, которые нам нужно принести в церковь. И принести в служение. Когда мы имеем целую конгрегацию, либо же это конкретное служение, за которое ты ответственен. Потому что противоположность этому разделения. Там проявляется слабость. И в Марка 3 глава Иисус говорит о доме, который не устоит. И какой дом не устоит? Тот, на который нападают? Нет. Иисус сказал «Дом разделится» и упадет. И дьявол знает это. Если он сможет принести разделение в семью между мужем и женою, родителями и детьми, если он может разделить церковь, чтобы мы больше не доверяли друг другу, и, может быть, мы в одном служении, но наши сердца не едины. Он знает, что он может разрушить этот дом. И это духовный закон. И в 1 Петра 3 глава 7 стих Петр использует еще один пример, «Петр, говоря, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами ваших, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Но подожди, Петр, как так, что я не особо добр, к моей жене может повлиять на мои молитвы? Как это связано с моей духовной жизнью? Потому что я и моя жена, духовно мы одно. И Господу нравится, и благословение высвобождается, когда мы стоим вместе. Но если мы разделены, ссоримся, нападаем друг на друга, это влияет на меня, на мою молитвенную жизнь. И об этом говорит Петр. У меня есть история, которую я иногда рассказываю, когда говорю о молитве. И она случилась много лет назад, когда один из... Мой старший сын, Маркус, он был совсем маленьким. Некоторые из вас уже знают эту историю раньше. Когда-то мы завтракали вместе, ему было три года. И он потянулся через весь стол за стаканом сока или что-то такое. Я прокинул его, и весь стол разлился по всему кухонному столу. Я так разозлился. Зачем ты это сделал? Посмотри, что ты натворил. Теперь я весь промок, и сок повсюду. И я просто разозлился. И затем я закончил есть, доел свой завтрак, вышел за стола и пошел в свою комнату молиться. Я закрыл дверь и сказал, «Бог, вот я здесь, чтобы молиться». А небеса были закрыты. Не знаю, переживали ли вы когда-нибудь что-то подобное, но я... Да, закрыты, нет контакта с Богом. «Что это?» И тогда Господь сказал мне, «Вернись». Попроси у своего трехлетнего сына прощения. И затем возвращайся и молись. Я не хотел этого делать. Я сказал, «Да ладно, Бог, я же пастор, а он просто маленький мальчик». И я пытался молиться снова, но ничего. Дух Святой просто сказал, «Вернись, попроси у него прощения». И тогда я вернулся и сказал, «Прости меня, Маркус, просто прости меня. Знаешь, папа не должен быть так злиться. Это не была твоя вина. Ты просто маленький мальчик. Ты еще не умеешь координировать свои руки. Прости меня». И тогда я вернулся в свою комнату, и небеса были открыты. Вот так оно и бывает. Единство. Милость между нами. Единство в сердцах. Оно открывает небеса. И в 1 Тимофея 2,8 Павел пишет следующее. Послушайте внимательно. «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнений». Именно такой должна быть молитва. Мужчины и женщины, приходящие вместе в единстве, без гнева, без того, что разделяло бы их, а не поднимали бы свои руки вместе. И если ты будешь вести молитву, а тебе нужно это делать, если ты будешь вдохновлять церковь молиться, ты должен уделить внимание этому, приводить людей в единство. Когда мы читаем о Первой Церкви, в книге «Деяния», так много мест в Библии обращают на это внимание. И у этого есть причина. Он говорит в «Деяниях 1», 14 стихе, «Перед сошествием Духа Святого», «Все они единодушно пребывали в молитве и молении». Почему там написано это? Знаете, это пример для нас с вами. Они были вместе. Они были разные. Разный характер, разные интересы, но их сердца были одинаковыми. Мы вместе стоим, мы верим в обещания Духа Святого. И сказано в «Деяниях 4», 24, когда на церковь тачили атаки, и книжники, и первосвященники, и апостолы были арестованы. Когда они вернулись в церковь, написано, что они единодушно возвысили голос к Богу и сказали... Почему Библия выражает таким образом единодушно? Чтобы показать нам, какая на самом деле есть сила в молитве. Так что вопрос в том, как мне это делать? Мацулла, как мне принести единство и молитву на мою домашнюю группу? Как мне принести единство в молитву на наших молитвенных встречах в церкви? Или когда мы молимся вместе на социальном служении, или вместе с молодежными лидерами, или где бы это ни было? Позвольте мне дать вам пару простых советов. А именно, прежде всего, нужно понимать, насколько это важно. И также понимать, что ты являешься примером. Давайте соберемся вместе, давайте молиться в единстве. Тебе нужно сделать так, чтобы люди чувствовали себя значимыми, когда ты молишься. Потому что некоторые... Допустим, ты апостол, и у тебя очень сильный голос. И когда ты начинаешь молиться, другие могут сказать, «Ну, он так хорошо молится, зачем вообще я тут?» Но ты являешься тем, кто должен понимать это. Даже если ты был спасен недавно, и не знаешь всего того, что знаю я, если мы едины, Господь нас услышит. Ты так важен. Если я соединяюсь с тобой, а ты соединяешься со мною, происходит что-то особенное. Людям нужно понимать это. Потому что так просто, когда идет молитва, людям почувствуют, «Ну, что я здесь сделаю?» Нет. Единство между нами важно. И это нравится очень Господу. Тогда Он приходит, и тогда Он благословляет и высвобождает свою силу, когда мы молимся вместе. Помоги людям чувствовать, что они значимы. И также всегда давай четко понять, о чем вы будете молиться. Сложно молиться в единстве, когда люди не знают, о чем они молятся. Иногда мы молимся вместе, и если мы идем то налево, то направо, то то сюда, то туда. Молимся об Африке, об Америке, об Астралии. Мы молимся то об одном, то о другом. Иногда лучше сказать людям что-то перед тем, как молиться. Хорошо, друзья? Сейчас мы будем молиться об этом. Мы будем молиться за пробуждение нашего города, Новосибирска, допустим. Мы будем молиться вместе, чтобы весь наш город спасся. Это важно, чтобы вы знали, что миллионы людей живут здесь, и Бог любит каждого. Можем согласиться об этом в молитве. Если ты будешь делать такие вступления, ты будешь вовлекать людей в молитву. Это что-то очень простое, но это также то, что дает нам основание для единства. И затем, когда ты, наконец, молишься с людьми, не молись в одиночку, вовлекай их. Я стараюсь сделать это на молитвенных собраниях. Я понимаю, что мне это легко, я пастор, я просто беру микрофон, начинаю, и ожидаю, что все последуют за мной. И это хорошо, в этом нет ничего плохого. Но также я... Сейчас ты молишься, сейчас ты молишься. Делай людям эти вызовы, бросаем вызовы. Это очень важно вовлекать их. Если это большое собрание, часто разделяю это на маленькие группы, и говорю, объединитесь по двое или по трое, молитесь за пробуждение в Новосибирске, например, или молитесь за Израиль, или за предстоящую конференцию, или о чем бы вы ни договорились тогда. И тогда все могут быть вовлечены. Молитесь не только на языках, но и на своем родном языке. Это то, как мы можем вовлечь людей и создать единство вместе. И все эти вещи, как вести молитвенную встречу, неважно, короткая она или длинная, это то, в чем нам нужно возрастать. Главное, во всем этом не думать только о себе. Думать о людях, которые здесь. Думать о том, как вовлечь их, как объединить их вокруг того, о чем ты собираешься молиться. Помоги им почувствовать свою значимость, что они важны в том, что ты делаешь прямо сейчас. И тогда это откроет двери для работы Духа Святого в их сердцах, объединяй людей в единстве, и тогда ты увидишь, какая сила есть в единстве. Это действительно так. Если двое из вас согласятся, Иисус сказал, «Если двое согласятся во имя Мое, знайте, что Я услышу их, и Я буду посреди них». Это самое главное в понимании силы молитвы. И мы, будучи церковью, будучи разными служениями, мы должны молиться вместе. И люди, когда они являются частью одного служения, когда они вовлечены в молитву, это созидает духовное единство, которое будет посреди вас, когда вы служите, когда вы работаете вместе, когда вы благовествуете вместе, когда вы молитесь вместе, или что бы вы ни делали, молитесь вместе в семье, в служении, в церкви. Это создает что-то вечное, что-то, что укрепит наше собрание, объединит нас и сделает нас духовно теми, какими Бог хочет видеть нас. Аминь. Спасибо за то, что вы были с нами. И если вам нравится то, о чем мы говорим здесь, вы можете подписаться на канал, вы также можете поставить лайк и поделиться этим видео со своими друзьями, потому что мы хотим донести это до людей, чтобы вдохновить их действительно служить Господу и делать это всем своим сердцем. Спасибо вам большое. Пусть Бог благословит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!